Бывший президент Барселоны Хосеп Мария Бартамео высказался о периоде своего правления клубом. Он был президентом каталонской команды с 23 января 2014 года по 27 октября 2020 года. Я знаю, что эта фраза про провальный менеджмент сейчас популярна. Но был и проект, и стратегический план, разработанный в 2015 году. Мы реализовали много проектов. Наше правление было очень активным. В марте 2020 года пришла пандемия, резко снизившая выручку. С тех пор мы получили очень серьезный удар. Период моего правления не был катастрофой. Не я говорю об этом. Ла Лига, УЕФА в своем финансовом фейерпле и аудиторы говорят об этом. Было получено около 185 миллионов евро. Это был хороший менеджмент. Журнал Forbes по итогам 2020 года называл Барселону самым дорогим клубом в мире. Клуб пострадал в том числе из-за лимитов, установленных у ЕФА по зарплате. Это означало, что у нас было мало возможностей предвидеть ситуацию, но дело не в плохом менеджменте. Мы пытались конкурировать с командами Apple. За эти годы мы удвоили наши доходы и почти достигли отметки в миллиард евро выручки, что дало нам возможность тратить больше на мужские и женские футбольные команды, баскетбол, гандбол и футзал. Это позволило нам иметь конкурентоспособные команды, которые выиграли много титулов, приводят слова Бартамео Мунда Депортива. Напомним, 59-летний нынешний президент каталонской Барселоны Жайан Лепорта готов привлечь Бартамео и его совет директоров к ответственности через суд по поводу их недобросовестного управления клубом. Действующий президент Синегранатовых требует объяснения убытков в размере 487 миллионов, которые продолжают расти. С этой целью президент Барселоны нанял адвоката по уголовным делам для расследования дела. Бартамео был уволен из Барселоны осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Леонеля Месси покинуть клуб. В марте Бартамео даже был арестован после обысков в офисе Барселоны в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.